Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал Ваше общественное телевидение. В эфире программа «Честь имею» и я ее ведущий Алексей Краев. Ну, не надо много говорить, что Петербург это город морской славы. Конечно, в нашем городе много моряков и военных моряков в первую очередь. Поэтому не мудрено, что в нашей программе будут часто мелькать лица военных моряков и гости, которые имеют отношение к нашему флоту. Флотов у нас... Россия большая, флотов много. Есть Тихоокеанский, есть Северный, Балтийский наш родной, Черноморский. И сегодня в гостях у нас человек, который умудрился послужить некоторое время военным моряком на Тихоокеанском военном флоте. Я с большим удовольствием представляю вам его. Михаил Михайлович Куприянов, лейтенант запаса военно-морского флота. Добрый день, Михаил. Добрый день, Алексей. Добрый день, уважаемые телезрители. Миша, значит, ну, ты у нас самый молодой гость в нашей программе. До этого все были постарше тебя намного. Многие уже умудренные жизненным опытом. Ты у нас еще буквально... Сколько тебе лет-то? 25. 25 лет. Ну вот, скажи, так, коротко расскажи, как складывалась твоя военная карьера, военная моряка, с чего начинал и к чему в итоге пришел? Ну, заканчивал высший военно-морской инженерный институт имени Дзержинского. Это в Петербурге, да? Это в Петербурге, да. Это бывшее имя Ленина в Пушкине находится. Понятно. Значит, затем меня распределили в Петропавловск-Камчатский город, вот, на судно размагничивания СР-188. Вот, там я, как бы, вот и прослужил. Полтора года, можно считать. Хорошо. А вот полтора года прослужил, а почему так мало, что сам ушел или что-то, каким-то образом? Нет, сам я не уходил. Дело в том, что меня сократили. Сократили. То есть, должность моя сократилась, превратилась в гражданское. То есть, это вот в сфере нынешней реформы, уроранных сил, то есть, ты как раз попал в колесо вот этого, в жернова, так сказать, нынешней реформы. Вот, реформы. Понятно. Ну, вот полтора года, да, лейтенантом прослужил? Полтора года и полгода за штатом. Полгода. Старшего лейтенанта не успел, да? Не успел. Два года же сейчас старшего лейтенанта. Не дали тебе. Не дали, конечно. Так бы звездочку еще обмывал. И дембель вместе, да? Вот, ну ничего. Вот после училища сразу Петербург, вроде бы культурный центр, большой город и Петропавловск-Камчатский. Я просто там бывал и разницу понимаю, как говорится, в этих двух городах. Ты в самом Петропавловске служил? В самом Петропавловске, да. Поселок Завойк. Трудно было привыкать вот к такой, к периферии, будем говорить. Все-таки Камчатка не ближний свет, считая другой конец земного шага. Не трудно было, даже наоборот, очень приятно. Приятно, интересно. Потому что, да, и менталитет другой, и люди другие совершенно. То есть разница есть ощутимая. Как там, поспокойнее, наверное, народ, да? Там поспокойнее, да. Они доброжелательные люди. Очень доброжелательные, гостеприимные. То есть у меня никогда не возникало проблем ни с экипажем, ни с людьми, которых я там знаю. То есть вообще очень хорошо. Понятно, понятно. А что тебя вообще потянуло в военно-морской флот? Почему пошел в училище? Как говорится, какие-то были на этот счет причины? Просто идти некуда было. Причин нет. Причин было несколько. Значит, первая причина — это бесплатное хорошее образование. То есть учителя очень хорошие, там, квалифицированные. А во-вторых, моряк, она профессия сама по себе интересная. Ну, а может быть, надо было пойти в авиационное, тоже интересное, в летное училище, или там в танковое, танкистом быть. Почему именно в море? Моряк — это все-таки романтика. То есть для тебя море — это больше романтики, чем небо или земля, или подземные шахты стратегических ракетных войск. Понятно, понятно. Ну что, романтика, наверное, самая важная причина, которая движет молодыми людьми, которые идут в военные училища. Или есть какие-то, может, другие причины. Ну, понятно, что бесплатное образование. Можно и так сказать, да. Ясно. Ну вот, не жалко было уходить. Все-таки пять лет тебя наше государство кормило, поило. Как сказал, хорошее образование давало, хорошие преподаватели были. И вот полтора года, как говорится, даже не успел отработать как-то по-старому обязательный стаж, что ли. — Было очень жалко. Было очень жалко. Не хотел уходить, честно скажу. Но вот за те полгода, когда я был за штатом, предлагали только должность матроса. То есть, и говорили такую фразу, что, значит, вот офицерская должность освободится, и ты сразу на нее перейдешь. А пока вот посиди на матросской, чтобы тебя не сократили. Но по слухам это все не так, не истина. То есть, все происходило по-другому. — Ну, наверное, все-таки в офицерском звании лейтенанта идти на должность матроса как-то, не знаю, мне это, допустим, как офицеру не понять. Я понимаю, там можно подполковнику пойти на майорскую должность, капитану на старш-лейтенантскую, даже на лейтенантскую. Бывают такие какие-то случаи, какие-то все равно перспективы раньше были, что посидишь там, потом продвинешься. А тут действительно, ну, к сожалению, так вот у нас получается в нынешней армии, что не все лейтенанты именно приходят. Вот я сам был свидетелем в одной части, как тоже приходили лейтенанты, вот уже в прошлом году. Их назначали на должности рядовых, сержантов, а деваться некуда. Видимо, надо было, наверное, сначала продумать, куда выпускников девать, а потом сокращать армии, скорее всего, так. Ну, хорошо, а такой вопрос. Вот ты приехал туда, на Камчатку, на корабль какой-то тебя приписали к кораблю, да? — Да, сразу попал на корабль. — Да, если это не секрет, чем ты занимался там, какая у тебя специальность, что? — Специальность моя связана со скрытностью кораблей, лодок, судов по физическим полям. — То есть, ну, углубляться в эту тему не будем, понятно? — Не будем. — Хорошо. А вот на гражданке такую специализацию ты мог бы применять? — Дело в том, что сейчас гражданский флот не пользуется этим. То есть, это только касается военных судов, судов обеспечения. — И вот, и как теперь? Тебя сократили вот твою должность или целую всю часть, весь корабль сократили у вас? — Весь корабль, всю бригаду. — А кто теперь этим заниматься будет? — Гражданский. — То есть, вот этой всей скрытностью теперь отдали гражданским. Ну, это как техосмотр из ГАИ передали коммерсантам, да, так и там? — Очень похоже. — Очень похоже. — Теперь, если раньше Министерство обороны само обеспечивало себя в данном вопросе, теперь оно будет платить соответствующие немалые деньги для того, чтобы этими вопросами занимались какие-то, наверняка, коммерческие будут структуры, да, заниматься этими вопросами флотские, гражданские? — Думаю, да. — Ясно. А устроился как? Вот тебе дали там общежитие что-то, комнату, вот приехал ты туда, сразу дали, или где-то мыкался по углам каким-то с чемоданом, там, один ты же приехал, ты же у нас не женат? — Не женат. — Не женат. Хорошо. — По поводу общежития могу сказать следующее, что как только я попал на корабль, жил я первые полтора месяца в каюте у себя, то есть у меня была отдельная каюта, я там жил, то есть меня все устраивало. Вот. Но потом сказали, что освободилось место в общежитии. Я туда пришел, написал рапорт, ждал две недели, все, место занято уже. Значит, через буквально, наверное, месяца три опять повторяется ситуация, опять мне докладывают, что освободилось в общежитии, комната в общежитии. Вот. Я опять перехожу, пишу рапорт, через две недели, все, опять заняли. Так что вот... — И так в каюте и остался? — Ну, не совсем, но да. Грубо говоря, да. — Понятно. Официально, то есть место регистрации каюта. А корабль ваш, он постоянно где-то в порту стоял или куда-то выходил в море? Как часто это? — Ну, в дальние походы он не ходил, это в частности, как бы, только по бухте. — То есть в основном в акватории порта? — Да, обработка лодок, кораблей, то есть всегда новые места изведывал. То есть все корабли и лодки на Камчатке я вот знаю. То есть был там сам лично. Это чем мне нравилась очень профессия? Тем, что она очень разнообразная. — Здорово. — Общаешься с многими людьми. — Природа там красивая, да? — Шикарная природа. — Лучше, чем здесь в Питере у нас? — Лучше. — Лучше даже, да. Вот так вот жердительно, да? — Вот принятный. — В Паратунке бывал? — Бывал, конечно. — Как тебе там? — Очень понравилось. — Понравилось. Ну, хорошо. Видишь, хоть не зря, как говорится, полтора года, там отслужил. Если бы вот сейчас предложили тебе снова надеть лейтенантский китель и снова на Камчатку, на тот же корабль, пошел бы? — Пошел бы. — Пошел бы. Ну, вот, с одной стороны, меня радует вот такой ответ молодого лейтенанта, хоть уже в запасе, а с другой стороны, конечно, вот в душе какая-то горечь, что вот люди, которые хотят и хотели служить, и, к сожалению, остаются вот так не у дел. Ну, а после увольнения в запас как складывается у тебя жизнь? Какая-то работа? — После увольнения в запас я два месяца искал работу. Очень сложно было найти работу, потому что специальность очень специфическая. — Ну да, там уже поняли. — Никогда. То есть и туда пытался, и на судостроительный завод пытался попасть. Куда я только не пытался, значит. Но везде отказывали, либо предлагали маленькие зарплаты. Ну вот, ситуация сложилась так, что Пулково на меня понадеялось, взяла меня на работу. — Пулково — это аэропорт? — Аэропорт, аэропорт, да. — То есть ты, моряк, все-таки переквалифицировался в авиацию, да? — В авиацию, да. — Все-таки, видишь, не зря я тебе говорил, что надо было в авиационную очередь, и тенем морской, а сейчас бы штурвал на себя, и колеса в воздухе. — Чем занимаешься? — Я инженер по электрооборудованию. То есть все, что в наших двух Пулково творится, движется, значит, это лифты, эскалаторы, транспортёвные ленты. — То есть вот хозяйственное оборудование, да? — Да, я за всем этим слежу. Опять-таки есть личный состав, то есть пригодился опыт работы в должности военной. Так что сейчас... — А в армии много подчинённых было? — В армии 30 человек, грубо говоря. — Матросы, офицеры или... — Гражданские. — А, даже так? — Гражданские, да. У нас было три человека на военных, на корабле. Значит, инженер, старший инженер и командир. — Ну, я скажу, что гражданским персоналом в армии управлять, наверное, всё-таки сложнее, чем солдатами, матросами срочной службы. Там, как говорится, приказ отдал, и он беспрекословно должен быть выполнен. А гражданский всё-таки человек, есть и определённый кодекс трудовой законодательства, который надо соблюсти, что рабочее время, не дай бог, там на пять минут человека задержал, его ж надо уговорить, чтобы он остался. — Это бывали такие случаи, что вот надо было где-то поработать, переработать, люди оставались, трудились, или всё, вот как с девяти до восемнадцати отработали и по домам? — Ну, я скажу так, значит, по поводу гражданских людей я бы не сказал, что ими сложнее управлять, даже если они были бы у меня в два раза старше, в два с половиной раза старше. То есть, в основном экипаж формировался людьми от 30 до 60 лет. То есть, у меня в подчинении был и подполковник запаса, то есть, такие вещи. Вот, значит, ну, у меня сложности никогда не возникало с общением с людьми. То есть, всё нормально, все хорошо, всё понимали, свою работу знали. То есть, опытный экипаж, и управлять было несложно. — Ну, сейчас, конечно, тоже, наверное, уже намного проще работать с людьми. — Сейчас намного проще, конечно. — Ну, не зря, вот, по моему мнению и по опыту моих друзей-сослуживцев, вот именно служивых людей, кто отслужил в армии, берут на работу с большим энтузиазмом куда-то на руководящей должности, чем такого же человека, который, допустим, в армии не служил, тем более, что ты офицер запаса. А вот, насколько мне известно, у тебя отец музыкант. Вот я вспомнил один анекдот, значит, сидит внук деда, дед полковник в запасе, и внук, значит, спрашивает, дедушка, а я когда-нибудь стану полковником? — Станешь, внучек, станешь. — А генералом стану? — Нет, генералом не станешь. — А почему, дедушка? — Потому что у генерала есть свои внуки. Так вот, у тебя отец музыкант. А вот не пытались вы соблюсти, так сказать, династию, преемственность поколений? Не было желания тоже пойти по стопам отца? Он известный композитор, много гастролировал в молодости, знаю, с известными музыкантами, пепсами, в том числе и с Валерием Абонзинским работал он. У тебя, вот, ты все это видел, как говорится, в детстве, не было желания пойти по его стопам? — Ну, желание, конечно же, было, но, к сожалению, оно очень быстро улетучилось, поскольку мой отец, он застал эти времена, когда живые музыканты действительно требовались. А сейчас, мне кажется, это не так востребовано. — Ну, то есть, ты понял, собственно говоря, бесперспективность в трудоустройстве? — Перспектива есть, но очень сложно. — А вообще, каким-то в детстве там учился где-нибудь в музыкальной школе? — Учился в музыкальной школе, да. — На чем? — На фортепиано. — То есть, ты еще на фортепиано сыграешь? — Играю. — Когда служил на флоте, приходилось где-то в компаниях, в ковид-компании, или как там правильно называть, играть, что-то, выступать? — Ну, рояль бы в ковид-компанию, конечно, не влезло бы, но так бы сыграл, думаю, что-нибудь. — То есть, не приходилось там в художественной самодеятельности где-то чего-то играть? — Нет. — В основном занимался службой? — Для себя в школе что-то сочиняли. Знакомый у меня сочинял текст песни, я писал песню. Ну, это все было в возрасте 13-14 лет. То есть, так, несерьезно для себя, ну, для класса. — Ну, Миша, знаешь, когда-то мы тоже в молодости все несерьезно писали, вот, в итоге проходит время, и к истокам музыкальным возвращаемся. Я думаю, у тебя еще все впереди в этом плане, еще будешь и музыкой заниматься. — Может быть. — Ну, вот, давай еще про армию немножко поговорим. Вот ты, как говорится, буквально вот свежие еще вооруженные силы застал. Вот как ты думаешь, что вот по твоему мнению не хватает, что надо? Ты вот лейтенантом был. У нас в стране, к сожалению, решают, что в армии лучше сделать. Генералы, адмиралы, полковники, которые сидят в Москве. А вот ты лейтенант, который непосредственно служил, как говорится, на краю земли, непосредственно командовал людьми, выполнял свои задачи, боевые, небоевые, неважно. Вот, вот, твое мнение, как бы надо построить вооруженные силы, или что у них изменить нужно, чтобы вот какой-то порядок у нас был в итоге? — Значит, я думаю, следующее — это только вот добросовестные люди наверху. Чтобы они были честными, добросовестными. — И компетентными, наверное, в принятии каких-то решений. Потому что, действительно, тот же случай с тобой, человек хочет служить, а тебе не предлагали там перейти на какую-то другую специализацию, пойти на какие-то курсы переподготовки в армии именно, поехать там еще раз в твое же училище, переучиться там с твоей специальности на специальность там моториста какой-нибудь. Ну, я так образно говорю, понимаешь, это абсолютно разные понятия. То есть не было никаких таких предложений, чтобы вот оставить тебя все-таки на флоте, кроме того, как назначить на должность матроса. Я пытался пойти на переобучение, но мне прямо сказали, что ты еще слишком молод, мало прослужил, тебе это не положено. Но мой начальник, он попал на переобучение. Правда, там тоже, конечно, бардак небольшой творится. Ну, учится и учится. Сейчас вот говорит, что я с ним общался вчера, он говорит, что я сейчас переквалифицируюсь, еду на Камчатку, и неизвестно, что со мной будет неизвестно совершенно. Понятно. Раньше мы как-то планы могли строить, сейчас практически нет. Ну, не мудрено, что у нас сейчас набор училища военный прекращен. Только, как я говорю, надо было сначала прекратить набор, а потом уже сокращать должность. А то у нас выпустили кучу лейтенантов, потом вот так вот их безалаберно увольняют. Вот, ладно бы увольняли. А те, допустим, были люди у тебя, которые бы не хотели служить, но они остались? Ну, допустим, в соседних кораблях, там, еще кто-то? Нет, те, кто не хотел служить, они даже, по-моему, не служили. Они после института, у них была как армия, да, они сразу ушли и все. Просто не поехали. Ну, я знал одного человека, тоже рассказывали мне. Просто не поехал по распределению, все. Два года болтался на него, там пытались дело завести, и в итоге плюнули рукой, махнули, выписали, вот, исключили из списка в части. Я знаю людей, которым некуда было деваться, вот, и они пошли на матросскую должность. Должность матроса. Понятно. Матросы сейчас сколько срочники служат на флоте? Тоже год, как и солдаты? То есть раньше-то нас три года служили на флоте, вот, на земле два года. Сейчас везде погода. Да как ты считаешь, достаточно для матроса, вот, если отбросить в сторону, так сказать, субъективные факторы, хочу служить или не хочу, там, отрываем от дома, отрываем от работы человека, вот, чисто с государственной точки зрения, достаточно один год матроса, чтобы его подготовить, из него какого-то специалиста? Мне кажется, недостаточно. Ясненько. Вот, многие темы сейчас муссируются давно уже в средствах массовой информации о так называемой дедовщине в армии. У вас на флоте где-то служил были? Имели место проявления таких? Ни разу такого не видел, честно скажу. Был на многих лодках, на многих кораблях. На лодках даже мне понравилось, я вот первый раз это узнал, что командир к матросу обращается на бой. То есть там полное уважение идет. То есть такого я не встречал, чтобы не было мужчиной было. Ну и, наверное, матросы там заняты делом, не просто дурака валяют или всякое бывает. Ну все заняты делом. Но опять-таки, вот матрос, что он за год может изучить? То есть это же такое дело, что, мне кажется, лучше подготовленного контрактника посадить, чем матроса. Ну, в принципе, да, с точки зрения логики, разумности вкладывания средств. А как вот часто меняется? Ну ты, конечно, за полтора года, наверное, не застал там какие-то перемены в техническом оснащении вашего флота, корабли. Все на старе, наверное, ходят море-то, моряки. Или меняется там как-то техника, аппаратура? Не застал, честно сказать. Не застал, то есть вот... Ничего не менялось при мне, во всяком случае. Вот как все было. А у тебя корабль старый был? Да. Сколько ему примерно лет? 85-го года рождения. 85-го, 95-го, это 20 с лишним лет, да? 20 с лишним лет, да. Понятно. Ну, в принципе, еще и не такой... Вот у нас крейсер «Аврора» постарше будет здесь в Петербурге. Можно и на нем ходить в море. Личная жизнь как складывается после службы? Ну, личная жизнь, я пока живу для себя. То есть, холост. То есть, пока вот строю фундамент для будущей семьи, чтобы было полегче. Сейчас девушки смотрят нас по телеканалу и сразу уже там себе записывают. Холост, живет, строит, готовит. Или есть уже у тебя девушка какая-то, например? Нет, я пока весь в работе, весь в карьере. Понятно. Ну, что могу тебе еще сказать? Значит, время нашей передачи уже подходит к завершению. Вот если бы ты, возьмем такую непредсказуемую ситуацию, вот тебя назначили министром обороны. С чего бы ты начал реформу в вооруженных силах? Я бы начал ее, набрал бы себе честных, добросовестных, опытных помощников. И, исходя из этого, уже как-то действовал. Иначе никак. Понятно. То есть, нужно советоваться с специалистами, прежде чем какие-то решения принимать. Обязательно. Ясненько. Ну, и какие вот черты характера должны быть у современного мужчины, у нашего патриота, допустим, нашей Родины? И что ты для себя понимаешь под словом патриотизм? Ну, патриотизм, как сказал один мой преподаватель, когда корабль тонет, некоторые спасаются, а некоторые спасают. Так вот, которые спасаются, они бегут со стороны, а которые спасают, они защищают Родину. Золотые слова. Приятно слышать этого молодого человека, который действительно многие у нас сейчас пытаются, что в нашей стране делать, лучше ехать там где-нибудь в Финляндию, в Норвегию. Жить там спокойно, там чисто, там хорошо. Ну, действительно, я вот недавно ездил в Финляндию, все чистенько, все хорошо, все красиво, но скучно. А у нас все надо в стране чистить, выгребать, и кому-то это делать надо. И приятно, что вот мы в лице молодых людей находим таких перспективных помощников в этой жизни, которые не стараются что-то сделать для того, чтобы убежать из этой страны, понимая, что сейчас сложно у нас, и делают, как говорит, свое дело, как это делает Михаил Куприянов. Ну, Миш, твои пожелания нашим телезрителям в камеру. Желаю вам здоровья и мирного неба над головой. Я еще раз хочу поблагодарить тебя за то, что ты нашел в себе смелость прийти на прямой эфир, на наш все-таки, как мы с тобой общались. Наверное, выйти в море для тебя гораздо проще, чем прийти на телевидение и перед камерой поговорить о своей службе. Поэтому спасибо тебе еще раз за участие в нашей программе. Желаю, чтобы твоя жизнь сложилась не так, как сложилась служба. Все было в перспективе по плану. Все мечты сбывались, а цели, которые ты перед собой в жизни ставишь, были достигнуты. Как, впрочем, и желаю всем нашим телезрителям. Ну, а наша программа завершается. Я еще раз напоминаю, что гостем программы был лейтенант запаса военно-морского флота Михаил Куприянов. И ведущий программы Алексей Краев. Мы с вами прощаемся, честь имеем. Всего доброго.